Бывший посол США в России Майкл Макфолл. Что? С ума сойти? Удаляю нескольких предыдущих твитов. Чуть позже Макфолл выразил надежду, что сообщения о том, что российские спецслужбы наняли украинского гражданина за 40 тысяч долларов для убийства Бабченко, будут подтверждены. Некоторые эксперты и журналисты выражают обеспокоенность методами работы украинских спецслужб. Линдзи Хиллсом, редактор международных новостей британского Channel 4. Теперь после каждого очередного убийства журналистов те, кто за это в ответе, натравят своих ботов и пропагандистов, которые будут утверждать, что это фейковые новости. Спасибо Службе безопасности Украины. Это очень поможет всем, кому небезразлична безопасность журналистов. Марк Балиотти, британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге. Бабченко все-таки жив. Это прекрасно. Но эта уловка Украины оставила осадок. Во-первых, после очередного убийства Россия сможет использовать эту историю в качестве козыря. Откуда мы знаем, произошло ли что-то в действительности? Во-вторых, нам сказали, что убийца пойман. Ждем очередных попыток кого-то завербовать? Комитет по защите журналистов распространил следующее заявление. Мы испытали облегчение, узнав о том, что Аркадий Бабченко жив. Власти Украины сейчас должны объяснять, чем была вызвана необходимость такой крайней меры, как постановка смерти российского журналиста. Комитет расследует эту беспрецедентную ситуацию. Агентство Францпресс сообщило, глава организации репортера без границ осудил операцию с Бабченко, назвав ее жалким трюком. Эндрю Ротт, журналист газеты Вашингтон-Пост. Друзья уже стали планировать поминки и начали собирать деньги для усыновленных детей Бабченко. Мы целый день в Фейсбуке наблюдали, как журналисты оплакивают смерть коллеги. Все это кажется таким абсурдным планом. Гарри Каспаров, политик. Странный спектакль, но слишком много моих коллег были избиты и убиты. Поэтому я могу быть только счастлив, что Аркадий Бабченко жив и в порядке. Он хороший репортер и может приступать к проверке точности своих некрологов. Кевин Ротрак, журналист английской версии «Медуза». Бабченко и украинские спецслужбы выставили дураками нас и всех тех, кто сообщил об убийстве. Я прошу прощения у своих подписчиков, что сообщил им о том, что оказалось полным вздором. Урок усвоен. Больше не доверять официальным сообщениям из Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова